Большинство людей уверено, глупо не брать миллион, если тебе его предлагают, ведь в следующий раз могут и не предложить. Но порой появляются на свете чудаки, способные с легким сердцем не подаваться искушению. Именно о них и пойдет дальше речь. Первый человек, отказавшийся от денег, это гений-математик Григорий Перельман. Отказался он от приза в 1 миллион долларов. Пожалуй, самым известным отказником-соотечественником является российский математик, который доказал в 2003 году гипотезу Панкары, задачей которой было более 100 лет. Однако, сразу после того, как ему предложили приз в 1 миллион долларов, Перельман отказался от него, мотивировал он свое действие тем, что знания, которые он получил, стоят намного дороже, чем его финансовое поощрение. На втором месте человек, не продавший камень за 4 миллиона долларов. Мужчина из Саудовской Аравии по имени Салех Мусфер Альгамди прогуливался в Погоре, неподалеку от границы с Йеменом, и нашел маленький темный камень, который, возможно, является мусульманской реликвией, стоимостью в 4 миллиона долларов. От сделки кладоискатель отказался. Салех утверждает, что перед находкой ему во сне явился отец и дедушка, а это важная причина не продавать реликвию. На третьем месте рокеры, которые не стали бриться за 1 миллион долларов. Лидеру группу Зизи Топ, Биллу Гивансу и его коллеге Дасти Хиллу предложили 1 миллион долларов, если они сбреют свои бороды. Однако те ответили отказом. На повторное предложение они ответили точно так же. Даже с учетом инфляции это не подойдет. Перспектива увидеть себя в зеркале гладко выбритым слишком напоминает фильм ужасов. Это предложение никогда не будет рассматриваться, вне зависимости от вознаграждения, пояснил Гиванс. Четвертую строчку рейтинга занимает победитель лотереи, не забравших свои 2 миллиона фунтов стерлингов. Кажется, что каждый мечтает выиграть в лотерею, но по-видимому это не так. 70-летнему немецкому пенсионеру выпал билет на 2 миллиона фунтов стерлингов, но тот отказался от наличных, потому что не знает, что с ними делать. Когда он узнал о своем выигрыше, то пошел в штаб-квартиру ассоциации лотереи и сказал, что не будет брать эти деньги. На пятой строчке рейтинга изобретатель, не взявший 60 миллионов долларов, чтобы оставить свою совесть чистой, в 2006 году ученый-изобретатель Джеффри Ван Миддлбук разработал технологию очищения продуктов горения отходов от газа СА2, применение которой в промышленных масштабах принесло бы ему целое состояние. При поддержке Университета Китая и глубокой казны коммунистической партии, Миддлбуку и его деловому партнеру было предложено профинансировать его научно-исследовательские изыскания суммы в 60 миллионов. Но Миддлбук отказался от денег. Лидером рейтинга стал проповедник, который отказался от миллионов долларов, предложенных ему правительством США. Рик Орен, проповедник широко известной церкви Силбери Комьюнити в Калифорнии, заявил, что любая христианская организация должна отказаться от правительственных денег, если они действительно проповедуют слово Божье и заверил прессу, что сам отказался от миллионов долларов, которые выделили ему администрации Буша и Обамы. Деньги должны были пойти на его работу по всему миру, социальной помощи, которую оказывает церковь, где он работает. Согласно словам служителя церкви, отказ от денег обусловлен тем, что для того, чтобы дальше нести слово Иисуса, без всяких искажений необходимо избежать политического давления. Вы смотрели ТОП-6 людей, которые сами отказались стать миллионерами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока!